С момента падения на космодроме Байконур ракета-носителя Протон-М с тремя спутниками связи ГЛОНАСС прошел почти месяц и только на днях туда решили отправить комиссию чиновников во главе с министром охраны окружающей среды. На это даже пожаловался Аким Козловодинской области Крымбек Кушербаев. Кстати, после аварии Протона прошло уже больше трех недель, а представителей заинтересованных центральных госорганов на космодроме еще не было, ведь требуют своевременного решения актуальные вопросы, в том числе экологии и социальной сферы. Национал-патриот Мухтар Тайжан один из тех, кто уже побывал в районе, где скоропостижно приземлился Протон. Сегодня он прокомментировал причины, почему никто из членов правительства, несмотря на безграничные возможности, до сих пор не доехал до Байконура. Министры или оппозиция – это же тоже люди, они боятся за свое здоровье, я так думаю. Потому что гептил есть гептил. Что такое гептил, они очень хорошо знают. Это в воздухе. А они приготовили для себя виллы, богатство наживали всю жизнь. Зачем им свое здоровье подвергать такой опасности? Работу под детектикацией местности уже провели российские специалисты. Необходимая площадь обработки почвы – 140 гектаров. Правда, данные российских и казахстанских экспертов об уровне загрязнения расходятся. Оппозиционер с многолетним стажем Амиржан Касанов делает свои выводы. В сложившейся ситуации есть очень большая опасность того, что казахстанская сторона не будет говорить всю правду о произошедшем в Байконуре, потому что это связано с межгосударственными отношениями с Россией. Это уже далеко не первая русская ракета, которая терпит аварии на территории Казахстана. И почти всякий раз эксперты отмечают, у руководства Казахстана такие ЧП автоматически приносят в жертву дружественным отношениям с Кремлем. Вопрос же, кто будет защищать национальные интересы республики и ее жителей, похоже, волнует только гражданское общество.